Сегодня я хотела бы рассмотреть с вами грамматику, которую не относят ни к одному уровню норёку, но говорят, что она попадается иногда в Н2. Часто можно встретить также в манге, дурамах, повседневных разговорах, то есть довольно употребительная грамматика. Встречалась ли вам такая? Теба. Теба. Присоединяется очень просто, напрямую, непосредственно ко всем частям речи, кроме полупредикативных прилагательных и существительных. К ним будем присоединять через да. То есть получится у нас да, теба. Но тут есть такой нюанс. Когда мы зовём кого-то, то будет без да. Даже к существительным и прилагательным полупредикативным будем присоединять без да, когда будем звать кого-то. Мы обратим на это внимание, ниже будет пример, где там маму зовут. Сейчас мы рассмотрим, будем рассматривать примеры с этой грамматикой, но сначала давайте выясним значение. Эта грамматика используется в разговоре между друзьями, близкими. По отношению к старшим, по чину, по возрасту не используем, потому что будет очень грубым высказывание. Будьте внимательны. Используем тогда, когда то, что мы говорим, ну, грубо говоря, не доходит до собеседника. И он не понимает нас. Мы настаиваем на сказанном, хотим, чтобы собеседник нас понял, хотим донести сказанное, подчёркиваем то, что мы сказали. И вообще эта грамматика подразумевает некое раздражение говорящего, иногда сильное даже раздражение. То есть раздражаемся, когда говорим, да, вот несколько раз повторяем, нас не слышат, и вот в конце уже говорим вот этот тэба в раздражении. Сейчас посмотрим на примерах, будет более понятно, я думаю. Итак, первый пример. Мама у нас спрашивает. Сюкудай, яттано? Сюкудай, яттано? И девочка, дочка отвечает. Яттайо? Яттайо? Мама спрашивает, ты сделала домашнее? Она отвечает, да, и уже спокойненько кушает себе пироженка. Дальше. Мама снова спрашивает, и пунго. Это значит через одну минуту. Сюкудай, штано? Ты сделала домашнее? Девочка отвечает, штайо? Штайо? Да, сделала. Ну и дальше, ещё через одну минуту, и пунго. Мама спрашивает, не, сюкудай. Не, сюкудай. Ну, как же там насчёт домашки? И дальше тут написано, она же сама в шоке, что спросила. Гомен, боится дочери своей. Вот. И тут дальше дочка отвечает. Ятатэба? Да сказала же я, что сделала. Ятатэба. Видите, напрямую тэба присоединили к ятта. Ятта сделала. Глагол яру, да? Ятатэба. Ятатэба. Да сказала же, что сделала уже. Но тут она явно не чуть-чуть раздражается, а вот прямо вне себя. А щитской вот это вот написано, видите, означает, что такой-то прилипчивый, надоедливый, что вот надоело уже. Мама спрашивает и спрашивает. И вот девочка сорвалась. Теперь второй диалог уже без картинок. Отто. Муж и цима. Участвуют в диалоге. Отто и цима. Отто говорит. Муж говорит. Кьоуа номикай гаару кара. Юугохан иранай йо. Кьоуа номикай гаару кара. Юугохан иранай йо. Сегодня вечеринка. Номикай, да? Выпивать идём. Поэтому ужин не нужен. И жена отвечает. Вакатта. Вакатта. Поняла. Но муж снова говорит. Хонто не иранай йо. Цукутте аттемо табенай йо. Хонто не иранай йо. Цукутте аттемо табенай йо. Муж говорит, что действительно не нужен-нужин. Даже если приготовишь, я всё равно не буду есть. А жена говорит, конечно же, с нашей конструкцией, с нашей грамматикой сегодняшней. Вакатта таба. Да поняла я уже. Вакатта таба. Чего повторяешь по два раза-то? Вакатта таба. Поняла я. И вот здесь вот вакатта. Да? Слово, которое она отвечала вот в первом своём ответе. И добавляется таба. Вакатта таба. Да поняла я уже, что не нужен тебе ужин. Так, и третий диалог. Мама разговаривает с дочерью. Мусуме. Дочь. Ха-ха. Мама. Мусуме. Дочь. Говорит. Ока-а-сан. Коре табетемо ии? Ока-а-сан. Коре табетемо ии? Мама, это можно кушать? Это можно скушать? Табетемо ии? Можно это скушать? Мама молчит. Дальше дочь ещё раз спрашивает. Ока-а-сан. Кейтеру? Ока-а-сан. Кейтеру? Мама, ты слышишь? Кейтеру? Мама снова молчит. И тут дочь уже спрашивает. Точнее зовёт маму. Ока-а-сан таба. Ока-а-сан таба. Да мама. Или там, ну мама. Ты что, не слышишь меня? Здесь вот, кстати, да, то, о чём мы говорили в самом начале. А вообще, к полупредикативным прилагательным и к существительным присоединяем через да-теба. Например, кирей, да, красивый, полупредикативное прилагательное. Присоединим кирей да-теба. Или, например, гаксей, студент. Присоединим гаксей да-теба. Но я говорила о том, что когда зовут, вот она зовёт маму, да, мама, ну мама, мама её не слышит, и она её зовёт. То здесь будет без вот этой связки да, а просто ока-а-сан теба. И ещё три примерчика маленьких. Хаяку окина-сай теба. Хаяку окина-сай теба. Да просыпайся уже скорее. Ну просыпайся ты. Хаяку окина-сай. Быстрей просыпайся. И теба добавили. Второй пример. Хаяку кой теба. Быстрее иди сюда. Ну подойди же сюда уже. Да иди ты сюда уже. Быстрее. Хаяку кой теба. И последний пример. Щ. Шизука не теба. Щ. Шизука не теба. Щ вот это означает вначале тсс. Ну знаете, как показывают, да, пальчиком урта и говорят тихо. Щ. Щизука не теба. Да тихо вы. Щизука не теба. А здесь почему ни после щизука, да, потому что вот щизука у нас полупредикативное прилагательное. Но здесь смысл в том, что говорят тихо. Щизука не синасай. То есть тут сокращенно, да, щизука не синасай. То есть ведите себя тихо. А тут сократили, просто сказали щизука не и добавили теба. Поэтому здесь, да, связка не нужна. Щизука не теба. Вот здесь вот тоже, видите, окинасай. Непосредственно к окинасай, к повелительной форме присоединяем. Просыпайся. Окинасай теба. И здесь тоже щизука не теба. То есть ведите себя тихо, потише. Хотелось бы еще отметить грамматику с похожим значением. Это тара. Но тара мягче, чем теба. Так мы можем сказать. Не, вот осан тара. И это будет значить, что вы тоже немножко раздражаетесь и говорите, ну папа. Вот в таком значении. Еще тара может присоединяться к местоимениям первого лица. Например, мы можем сказать. Ватаси тара. И это будет значить, что вы ругаете себя. Да, вот какой-то упрекаете себя. Вот такой, я раз такой. Но вот это ватаси, именно с местоимением первого лица. Да, ватаси тара. Говорят, что в жизни редко можно встретить. Именно с вот ватаси. Да, ватаси тара. А вообще тара довольно-таки часто встречается. Грамматика эта. И последнее, что хотелось бы добавить, это то, что теба. Помимо того значения, которое мы рассмотрели сегодня. Еще может быть просто разговорной формой от то иеба. То иеба. Которая, вот то иеба, да, означает, что мы вновь обозначаем тему. Да, говорим о том, о чем только что говорил собеседник, но уже что-то другое. Вот давайте посмотрим пример. Например, представим, что собеседник перед этой фразой, которую мы только что прочитаем, говорил о море. Что-то вот он, ну, что-то говорил о море. Или мы ездили на море, или там еще что-то. Вот, и мы говорим дальше. Умит-те-ба или уми-то-и-еба одно и то же. Это просто теба разговорная форма. Мы говорим, вот, да, собеседник говорил о море, а мы говорим. Кстати, о море. Кстати, что касается моря. Вчера оно сильно бушевало, да, дзойбун-аретане. Здесь просто мы вот, тема остается та же, да, уми, о которой говорил только что собеседник. Но мы просто говорим вот что-то другое на эту тему. Умит-те-ба. На этом закончим наш сегодняшний маленький урок. Надеюсь, что сегодня вы узнали для себя что-то новенькое. А с вами, как всегда, была я, Точико. Подписывайтесь на мой канал. Будем учить японский вместе. Джа-не! Субтитры сделал DimaTorzok